Еще также нам известно, что вы недавно с Лондоном ведусь, что там было интересно, что может быть поговорить полезное? Знаете, мне приятно было, что оценили мое выступление на этом форуме, причем в двух у нас закрытое было совещание, где были мэры городов европейских. Я рад, что Одесса была представлена там, достаточно ярко представлена, и нас пригласили не просто так туда. Те показатели, которые мы смогли сегодня продемонстрировать в нашей работе после вступления и подписания Парижской декларации, они действительно достаточно убедительно прозвучали на этом форуме. Форум очень важный для Одессы, это то, что не видно. Вы видите, у нас сегодня много выступающих и сердобольных людей, которые спасают Одессу, причем все подряд спасают ее. Но никто не ставит вопрос и не видит того, что действительно сегодня та угроза, которая написана сегодня над обществом. Это распространение, первое, это растущее число наркозависящих или тех, кто употребляет наркотические средства. Это распространение ВИЧ, СПИДа, инфекций и всех вирусных инфекций, опасных вирусов, гепатит С и так далее, вирусных инфекций. Это все невидимо. И мы привели такой пример, например, я там говорил в своем выступлении, что мы можем отремонтировать дороги, построить города, отремонтировать дома и фасады. Вопрос в другом, кто будет жить в этих городах и ездить по этим улицам. Поэтому сегодня вот такое объединение, консолидация усилий всего европейского и мирового пространства, оно крайне важно, потому что там были мэры городов из Америки, потому что сегодня инфекции, они не знают границ, они не проходят таможню и паспортный контроль. Они просто распространяются. Мало того, эта беда, она не выбирает сегодня людей под социальным признаком и статусом. Богатые это человек или бедные. Поэтому сегодня объединение вот таких усилий, мало того, это впервые такой форум, и наконец-то мы участвуем и представляем муниципалитет. Это очень важно, потому что раньше европейская глобальная комиссия, которая возглавляет бывший президент Швейцарии, они в основном работали с общественными организациями и фондами. И как раз в Одессе при подписании парижской декларации я обратился, я рад, что услышали, и потом неоднократно делал доклады о том, что нам необходимо объединять усилия. Мы не можем работать параллельно, дублируя иногда друг друга. Нам необходимо знать четкую информацию, объективно, и объединить усилия наши. Совместные усилия, тогда будет результат. Это и общественные организации, которые финансируются, и муниципалитет, который принял, мы приняли программу соответствующую. И мы не только ее приняли, а впервые за время работы нашего департамента здравоохранения эта программа получила финансовую поддержку. Мы сегодня видим результат. Да, сегодня для нас, я могу много рассказать по этому вопросу, потому что для нас сегодня удивительно, как это человеку, который привыкли считать преступником, вот как раз речь о декриминализации данного направления, снятие вот такого подозрения. Если человек наркозависим, мы видим тысячи людей сегодня в мире, которые принимают антидепрессанты, и они практически уже зависят от этого. Мы видим много людей, которые любят употреблять, или употребляют алкоголь. Это тоже зависимость. Табакокурение, игровая, игромания, это тоже зависимость, это болезнь. Мы выделили в отдельную категорию, почему-то традиционно, исторически. Наркоман – это преступник. Все остальные – это больные люди. Так вот, задача сегодня понять, что в данном случае мы говорим тоже о заболевании, очень серьезном заболевании. И когда люди поймут, что к ним относятся не с позиции, нарицание, порицание и так далее, а когда к ним относятся, как к людям, имеющим сегодня заболевание, когда они выйдут из этой социальной тени и придут и скажут, да, я такой. Так вот, сегодня наша задача как раз и в сознании общества. Когда он придет в центр сегодня, заместительной терапии, которую у нас три, мы открываем еще два, пять, и получит там то, что уже началось в Одессе, чистый шприц, салфетку, спиртовую салфетку, и потом утилизируем мы это все дело, что не позволит распространяться, инфекция, если она у него есть. Потому что, как правило, они пользуются одним шприцом целой компании. Это сегодня очевидные вещи. Так вот, сегодня, с одной стороны, общество говорит, да зачем вообще выделять и тратить деньги на это. С другой стороны, нужно понимать, что тем самым, и мы, когда были в Швейцарии, в Берне, нам показали статистику. Статистику за последние 20 лет, вот они пошли по этому пути. Если 20, больше 20 лет, у них парки кишили от людей наркозависимых, которые лежали там, фотографии, показали видеоматериалы нам, то сегодня это чистые благоустроенные парки и фактически сведено к нулю распространение опасных вирусных инфекций, СПИДа и так далее, и так далее. Но когда я увидел в Женеве, прямо рядом с центром, известным фонтаном, центр по безопасному употреблению наркотиков, куда приходят наркоманы, со своим веществом, его проверяют на качество, дают стерильное все оборудование, и потом показали результат этого, в нашей ментальности это не укладывается. Но сегодня мы видим, что есть результат. Поэтому поездка была очень плодотворной. Также постречались мы с мэром Лиссабона, был у нас разговор с мэром Лиссабона, которым мы уже знакомы, Афин, Лондона, с другими мэрами европейских, американских городов. Вот такое общение, я считаю, что оно нужно, но эффективно.